МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА После первого головного дела я пришла домой, и в семье традиция под куранты загадывает желание. Первое мое желание было, как и все годы до этого, я загадала, что хочу стать следователем. Потом, секунду спустя, понимаю, я же уже стала следователем. Чего еще желать? В голове сразу так суматоха. Действительно, сбылось мое очень большое желание на протяжении очень долгих лет. И вот чувство просто большого счастья, я чувствую себя на своем месте, вот как человек должен быть, что я должна быть здесь. Вот так. Первое дело мне запомнилось очень хорошо. Это было 31 декабря, это был мой третий рабочий день. И по указанию руководства я выехала на убийство. И в 2015 году, в декабре, было очень снежно, было очень холодно. Преступление было раскрыто сразу при помощи камер видеонаблюдения. Сразу мы увидели о том, что двое мужчин вынесли тело. В мусорном контейнере его нашли. И из лифта мы увидели, как они его выносят. То есть по камерам видеонаблюдения мы определили, в какой квартире он живет. И 31 декабря, вот так в последний день в году, у меня было первое возбужденное серьезное преступление. У меня был первый задержанный подозреваемый. В общем, эмоции переполняли. Было внутреннее чувство счастья, что я помогла, что я выполняю свой долг. Поясните, признаете ли вы себя виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статистов 5 Главного кодекса Российской Федерации? Да, признаю себя виновным в совершении убийства. Готовы ли вы подтвердить свои показания при проверке показаний на месте? Да, готов. Этот манекен проводится у нас в помощи для следственных действий при проверке показаний на месте, при каких-то других следственных действиях. У него мы его так зовем Жора, Жорик. В общем, так даже в каких-то таких выражениях, что, ребята, а кто знает, где Жорик? Жорик. ВОЗИНСКИВАЛИЕСМЕНТЫ ВОЗИНСКИВАЛИЕСМЕНТЫ После первого головного дела я пришла домой и в семье традиция под куранты загадывает желание. Вот первое мое желание было, собственно, как и все годы до этого, я загадала, что хочу стать следователем. Потом, секунду спустя, понимаю, я же уже стала следователем. Чего еще желать? В голове сразу так самотоха. Действительно, сбылось мое очень большое желание на протяжении очень долгих лет. И вот чувство просто большого счастья, я чувствую себя на своем месте, вот как человек должен быть, что я должна быть здесь. Вот так. Первое дело мне запомнилось очень хорошо. Это было 31 декабря, это был мой третий рабочий день. И по указанию руководства я выехала на убийство. И в 2015 году, аж в декабре, было очень снежно, было очень холодно. Преступление было раскрыто сразу при помощи камер видеонаблюдения. Сразу мы увидели о том, что двое мужчин вынесли тело, в мусорном контейнере его нашли. И из лифта мы увидели, как они его выносят. То есть по камерам видеонаблюдения мы определили, в какой квартире он живет. И 31 декабря, вот так в последний день в году, у меня было первое возбужденное серьезное преступление. У меня был первый задержанный подозреваемый. В общем, эмоции переполняли, как было внутреннее чувство счастья, что я помогла, что я выполняю свой долг. Поясните, признаете ли вы себя виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 5 Главного кодекса Российской Федерации? Да, я признаю себя виновным в совершении убийства. Готовы ли вы подтвердить свои показания при проверке показаний на месте? Да, готов. Этот манекен проводится у нас в помощи для следственных действий при проверке показаний на месте, при каких-то других следственных действиях. У него мы его так зовем Жора, Жорик. В общем, так даже в каких-то таких выражениях, что ребята, а кто знает, где Жорик? И все понимают, как бы о чем идет речь. Жорик у нас, конечно, такой уже потерпевший немного. Он увидел много преступлений, он видел много проверок показаний на месте, частично он уже в лом. У него тот шнурок, он у меня всегда за мной везде ездит, к бабушкам в детстве он ездил. Теперь живу самостоятельно, он со мной живет на квартире, мой гаишник, он охраняет мой дом. Я родилась и выросла в городе Ставрополье, всю жизнь здесь живу. Жила до 24 лет с родителями. Папа мой работает водителем. Мама в данный момент домохозяйка, следит за домом, животными домашними. Родители с детства в меня вкладывали какие-то особые принципы, какие-то установки, что нельзя ни на кого равняться. Нужно быть именно собой, добиваться того, чего хочешь именно ты. Для меня вот эти цели, как бы если я за что-то берусь, я никогда от этого не отступлю. То есть вот если я что-то начала, меня главное этим увлечь просто, чтобы мне это нравилось. И дальше оно пойдет, пойдет, и я подойду обязательно до конца. Так было в детстве в кружках. Я в детстве посещала очень много кружков. Была довольно баловным ребенком. Родители меня отдали в кружки. Кружков было очень много, вплоть до того, что я шла после школы. Приходила в 9-10 часов вечера и как бы ложилась спать. Вот увлекалась многим. Но как бы я очень долгое время ничего не бросала. Свободное от работы время, которого, к сожалению, не так много, я вышиваю бисером. Как правило, вышиваю иконы. Очень такое трепетное дело. И на него нужна какая-то определенная усидчивость. Бисеринку к бисеринке, как бы тоненькая иголочка. Не раз проколотые пальцы. Но терпения хватает. И как бы, ну вот, совсем чуточку осталось. То есть каждый вечер пытаюсь с работы приходить, что-нибудь делать. Но времени вот мало. Очень много я подарила довольно близким людям, родственникам, как бы бабушкам. Почти у всей родни есть по моей иконке. Но вот эту икону я как бы первую себе вышиваю. Очень стараясь, очень там, не дай бог, ошибочку совершить. В общем, здесь все вот, на мой взгляд, пока идеально. Я нигде никакой ошибки не допустила. Обвиняемый, поясните, пожалуйста, что вы сделали с телом мужчины после того, как вынесли его на улицу? Потом с другом мы его вынесли сюда и выбросили в этот мусорный бак. И потом мы пошли пить. Родители относились к этому несерьезно. Как правило, что, ну, маленький ребенок, ну, насмотрелось телевизором уже, там, часу, да, там, какие-то сериалы насмотрелось. Серьезно меня никто не воспринимал изначально, пока я документы не подала в юридический институт. Доказала, во-первых, всем родственникам, преподавателям, одногруппникам, которые в меня не верили, которые говорили, что это не мое, что я с чем-то не справлюсь, что я хрупкая маленькая девочка, и куда мне идти следователям? Я раскрыла, думаю, что более 50 уголовных дел разных категорий тяжести, за которые больше половины уже осуждены. Ну, вообще, любитель очень фильмов, в особенности страшных, тоже как-то пошло из детства, наверное, страшные фильмы. И вот, как правило, я смотрю в кинотеатрах, то есть вот стабильно выходит какой-то страшный фильм, я однозначно пойду на ночной, вечерний сеанс, я пойду в кино, там, с подружками, с друзьями. Я люблю какое-то чувство такого страха, причем очень люблю детективные такие фильмы ужасов, когда идет расследование. Я при просмотре фильма, я пытаюсь, ну, наверное, как следователь, я пытаюсь разгадать, а что же будет, а кто же там, допустим, убийца, кто же маньяк. И вот, как правило, я, честно, нахожу. И от этого, как бы, с такой досадой, неинтересный фильм я все разгадала. Ну, самый мой нелюбимый сериал – это сериал «След». Вот, честно. Соседки, бабушки, там, вот почему вы не раскрыли. Ну, делаем все возможное, стараемся, проводим следственные действия. А вот в сериале мы посмотрели, а там они все узнали за пять минут. Вот пять минут серии, они все узнали, а вы ничего не можете. Честно, даже граждане такие попадаются, которые ссылаются на сериал «След» и не знаю, как на это вообще реагировать. Это тоже дело убийства, связанное было с безвестным исчезновением девушки. В социальных сетях везде гремело о том, что пропало. Пара молодых людей. Чуть позже мы обнаружили молодого человека, который сознался в том, что он задушил свою девушку и оставил ее в комнате общежития. После чего мы проехали вместе с подозреваемым на место, обнаружили труп, возбудили уголовное дело. Очень долгое, скажем так, было уголовное дело, потому что стоял вопрос о вменяемости подозреваемого, так как он пояснял о том, что данное преступление он совершил так, как голоса в его голове ему так приказали. То есть была судебно-психиатрическая комплексная экспертиза, которая показывала, что он вменяем, он все осознавал. Честно, абсолютно не могу себе представить другой профессии. Я даже не знаю, чем еще можно заниматься. Я вот все детство, все такие основные годы, университет, практика, общественным помощником. У меня жизнь здесь. Я здесь живу. Я считаю себя счастливым человеком. Я с удовольствием иду на работу и с удовольствием с ней ухожу. Когда тебе это нравится, это не в тягость, это просто такой образ жизни. Он своеобразный, многие могут этого не понять, но мое вот. Субтитры создавал DimaTorzok